Почему ты решил заниматься бизнесом? Кто твой спонсор и кто ты по профессии? Добрый вечер! Меня зовут Максим. Мой спонсор Гриша Баширов. Я выполнил быстрый старт в последнем месяце. Так получилось, что те люди подключились к которым я провел позапрошлом месяце. Они потом приняли решение. Вообще, я уже мысленно купил часы, которые были в новогоднем предложении. Так получилось, что компания их подключилась. Спасибо, мы тебя все поздравляем. Знаете, что самое интересное? У меня так сложилось... Присаживайся, а мы под бурные аплодисменты. Я тебя буду спалом предложить. Так сложилось, что много людей у меня в сентябре в том же месяце, что и Максим. И все ставили себе такие цели. Но абсолютно человек без опыта сетевого сделал это. И мы все видим, что это возможно. И что, движемся дальше. Я буду задавать вопросы, а вы на них все отвечаете по очереди. Просто расскажите о себе, кто вы, чем занимаетесь, кто спонсор. Но для начала этого хватит. Михаил Сандерман. Занимаюсь частным предпринимателем. В ЛР занимаюсь спонсор. Валерия и Игорь. Прекрасные лидеры и очень хорошие друзья. Добрый вечер всем. Меня зовут Куценко Катерина. Михаил Сандерман мой супруг. Соответственно наши спонсоры это Валерия Наземцева и Игорь Сулица. Частные предприниматели. Есть свой бизнес, есть еще социальные проекты. И есть такой стратегический далеко идущий проект как ЛР, конечно же, как без него. Мне как, скажем так, человеку, который очень долго работал в финансовой сфере, очень важно понимать, что немецкий проект, он рабочий. В Украине немцы стратегически верно работают. И на будущее, то есть как бы не сейчас, а чуть-чуть на завтра и на послезавтра. Это стоящая тема. Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Антонина Горяная. Мы с мужем в бизнесе уже два года с компанией ЛР. очень счастливы с компанией ЛР. Нам все очень нравится. Спонсор Виктория Сергей Мартынец, наши любимые друзья. Аплодисменты. Что надо сказать? Здравствуйте. Аплодисменты. Чем занимаешься, Сереж? Занимаюсь ничем. В августе месяце я уволился с работы и вот результат. Я не призываю как бы ни в коем случае увольняться с работы. Да, у меня больше десяти лет опыта в продажах. Ну, что-то, наверное, делал всю жизнь не то. Да, или тот опыт, который сыграл для меня, здесь проявился какой-то. Да, но мне не хватало времени этим заниматься. Поэтому вот уволился и, скажем так, время появилось, поэтому, наверное, и результат появился. Меня слышно и так, да, без микрофона. Микрофон будет у наших новых ребят, которые сделали хорошую работу. Скажите, как вам поступило, ну, ваша семья, да, отлично, так, семейными парами. Вашу семью, именно мы поняли, кто ваш спонсор. Как это предложение о бизнесе Lab вам пришло? Ну, на самом деле, мы... Тоня давно знала Вику, да, и Сережу, они давно общались. Я, конечно, их не знал. До определенной встречи, когда они еще занимались компанией Way, в тот момент очень искали какое-то предложение для себя, да. По времени, скажем так, один очень известный человек сказал, жетон упал, да. И мы искали для себя предложение какую-то компанию, с которой можно было дальше расти, развиваться, чтобы как-то преуспевать. Ну, и постепенно, когда-никогда я посмотрю на страницу Сергея, на блог его зайду, да, он следил, понятное дело, да. И тут я на блоге его читаю, что он в компании LR уже. Я звоню ему, говорю, а что такое? Я говорю, что ты мне не рассказал ничего? Как это так? Я говорю, ты уже месяц там, а я разве ничего не знаю? Ну, и так, скажем так, в этот день мы встретились с Андреем Харорским. Вместе посидели, пообщались, он дал мне билет на мероприятие. Через три дня я зашел на 10 тысяч рублей. Ну, вот такая наша. Давай, Миша, расскажите, как вы познакомились именно с бизнесом LR? Как к вам постучалась эта возможность? Как постучалась? Вот к Валерой Неземцевой постучалась. Что она вам сказала? Предложила попить кофе. Ага. Говорит, слушай, хорошие знакомые с Лерой. Нет. 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 Абсолютно. Виделись пару раз. Да, пару раз. Мы, наши дети, в одну школу начали ходить в прошлом сентябре. И вот в начале октября мы пили кофе. А пили кофе очень долго, часа два с половиной. И все. Всех обсудили. И гороскопы. И там, и здоровье. В общем, как бы, и путешествия. Я сижу, думаю, так, тогда же уже вот, скажем, что мы перейдем к суде на разговорах. Встреча. И тут же... Ну так что, говорю, что уже пора как бы ехать? Слушай, я всегда... Не наваливайте. Это волшебное слово. Немецкий, вот этот волшебный, сетевой проект. Я подумала, ёпать. Рука лицо. Два часа времени. Не, ну классно. Мы попили кофе. Посидели, пообщались. Все круто, все здорово. После этого я понимаю, что... Я же говорю, я пришла из финансовой сферы. Я задаю только один вопрос. Я говорю, я, давай сразу все точки над «и». Сколько лет компания в Украине? Даже не название там, ничего. Сколько лет компания в Украине? Он говорит, я поняла тебя. Полтора года. Я говорю, давай маркетинг-план. Я буду читать, я буду смотреть презентацию. Вы знаете, говорят, что вот психологи говорят, что человек принимает любое решение в течение семи секунд. Самурали, в принципе, говорят, что в течение семи вдохов, вот если вы приняли решение в течение семи вдохов, любое, ну да, принимаю возможность, нет, не принимаю возможности. Если не получилось это сделать, значит не время и не сейчас. Решение было принято. В следующие десять дней я разбиралась, я действительно разбиралась в проекте, разбиралась в бизнесе. Валера скидала мне все по системе, ссылки, школа, стартовый бизнес-день. Ну, собственно говоря, через две недели после нашей первой встречи я зарегистрировалась на базовый бизнес. Ребята, скажите, пожалуйста, ну так сложилось, у каждого бывает в этом бизнесе, да, свой щелчок, наверное. И я знаю, что, ну мы давно и с Сережей, и с Тони, и с вами знакомы, уже не первый месяц, да, скажем. В ноябре это был не ваш первый месяц, Валер. Вы уже в какой-то период здесь. Что вас модерировало, что щелкнуло? Вот как вы начали активно именно, почему работать, и что вы именно по итогам ноября сделали вот такой результат? Что-то должно меняться внутри, что-то снаружи. Так получилось, что мы активно начинали и прошлой весной. Действительно, это был... Екатерина звонила просто без остановки. Встречи, звонки. Я тоже весь был в этом. Потом у нас была пауза летом, был другой проект. Он успешно завершён. Запущен, да. И... Что-то вот... Что-то поменялось за это время. Мы те же... Екатерина. Что? Ты та же? Я тот же, у меня та же жена, та же семья. Что-то поменялось и внутри. То есть мы по-другому начали смотреть и на встречи, и на звонки. Каждый звонок перестал быть последним. Каждое предложение не последнее. Это стало для нас системой работы. Пришло понимание того, что... Вы знаете, очень многие... Наверное, не знаю... Очень многие люди, которые приходят и потом очень быстро уходят. Они, наверное, уходят, потому что хотят быстрых результатов. Хотят быстрых каких-то денег, наверное. Возможно, кто-то неправильно рассказывает, что нужно делать, и поэтому они делают не те действия. По разным причинам. Но у нас в команде есть партнеры, которые заходили тоже на бизнес, но буквально вот критический срок это четвертый месяц. Вот если три месяца, да, человек говорит, ну я как бы да, но при этом не видит результатов, не делает по системе, не следует ей и не коммуницирует со своим спонсором, то на четвертый месяц человек просто выпадает. Вот тут очень важно открыть в себе, наверное, прежде всего, такой момент, как терпение и желание какой-то цели прийти. Но сначала ее нужно поставить. Вот если ты пришел за первые три месяца, мы вообще, я зарегистрировалась, муж чуть позже присоединился, мы уехали там в Турцию, Европу, Стамбул. То есть наш бизнес, по большому счету, начался в феврале этого года, несмотря на то, что регистрация была осенью. То есть только вот после бизнес дня в январе с Томасом Херсоном, февраль такой был 11%, сразу потом март, потом апрель, потом май и лето мы вообще как бы выпали, но тем не менее мы оставались всегда потребителями и бонусной линией. Но осенью, опять же, мы понимали, что ЛР это на завтра. Если сейчас он не дает тебе денег, если сейчас у тебя нет быстрых результатов, то это не значит, что ты будешь продолжать и этих результатов, они не появятся, они появятся по-любому. Как сказал Томас Херсон, классно, мне понравилось, он показал, говорит, это как вот такой канат, который вы тянете, 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 он растягивается, растягивается за вами. И вот в какой-то момент, когда вам, ну пипец вообще, как тяжело, вам кажется, что вот все, я сейчас надорвусь, вы его бросаете, и он такой хоп, а вас уже в бизнесе нет, а вас он бы мог бы догнать. И вот за вот какой-то шажочек до вершины вы опускаете руки и бросаете все. Вот, наверное, вот этот момент, вот это более важно, чем даже там, я не знаю, уровень квалификации. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я должен начать, что-то сказать. Ну, вопрос помню, да? У нас все более прозаично, чем у ребят. Скажем так, мы стартовали в бизнесе два года назад, даже два года с небольшим. И достаточно успешно, мы за первый, там, второй месяц сделали быстрый старт, получили часы, но потом что-то случилось. И мы были год в бизнесе, потом, ну, скажем так, жена родила, да, у меня там засысала работа и ремонт, там, и все на селете. Поэтому, скажем так, год нас практически не было в бизнесе. И вот только с уходом с работы я начал как-то дальше двигаться и что-то делать, ну, построение бизнеса. Но, хочу сказать вам большой фактор, то, что у нас сработало тот задел, который мы сделали два года назад. Наша ветка, которую мы построили два года назад, и я их вот сейчас могу со всей ответственностью поздравить, они сделали быстрый старт тоже, это наши партнеры с Москвы, у нас развивается ветка в Москве, поэтому, скажем так, вот тот задел, да, они сделали тоже младшие менеджеры, открыли автопрограмму, и мы сделали только всего лишь на полторы тысячи баллов больше, чем они, да, но, скажем так, мы открыли автопрограмму с каким-то запасом, заделом, да, и, ну, все равно, тот фактор того, что мы сделали работу раньше, и она нас догнала, как бы ни были мы в бизнесе, не в бизнесе, да, что бы ни мы ни делали, но, все равно, результат пришел сам с тобой. Ну, вот, вот, жена хочет еще что-то сказать. При этом мы оставались два года стопроцентными потребителями, любовь к этой продукции у нас не угасала ни на минуту, поэтому родители наши потребляют, используют товары по здоровью, есть результаты и у папы, и у мамы у меня, вот, мама просто в восторге, говорит, перестаю пить, предпить геляуэ, прям не я, говорит, вот, начинаю пить, все оживает, как-то все оживает, вот, поэтому, говорю, мама, ты советуй людям, говорю, рекомендую, может, кому-то тоже как тебе плохо, будет лучше, вот, ну, хотелось добавить, что мы любим эту компанию, будем с ней, я свое будущее вижу только с АЛЭ, спасибо. Ну что, друзья, новые младшие менеджеры, это те люди, которые открыли такую первую занятную отметку в карьерной линице, это те люди, которые открыли автопрограмму.